Девушки отдыхают За пределами нашей страны Анастасия Веремеенко Первая и единственная в белорусском баскетболе Кто заключил персональный рекламный контракт Но главное, она продолжает Успешную карьеру в сборной Беларуси И турецком Фенербахче О своей жизни в Стамбуле Анастасия расскажет и покажет лично В проекте «Женщины и спорт» Это наша арена В большой, конечно, мы не играем А играем мы вот в той «Метро Энерджи» называется Она, которая чуть-чуть поменьше Все игроки хотят здесь играть Турецкие И каждый хочет обыграть этот клуб И хорошо сыграть против нас Чтобы на следующий год возможно оказаться в этом клубе Есть интересный момент Как к тебе здесь обращаются? Если я старшая, то как респект к старшему Они говорят «абла» для женщины И «аби» для мужчины Рассказывала им, как обращаются у нас в стране И они такие «Ну хорошо, как там будет? Будешь звучать твоя игра?» Я говорю «Анастасия Владимировна?» Они такие «А? Почему так длинно?» Так, идем дальше Сейчас мы посмотрим тренажерный зал Такой красивый Сделали под цвет фенербахче И здесь все? И мужская команда, и женская? Да, да Мы такие люди большие Очень тесновато бывает, если мы вместе здесь Нет такого, что случаются романы между... Не видела Я знаю, что, по-моему, один баскетболист из мужской команды встречается с волейболисткой из Фенербахче И все, как-то больше так и я Я не могу найти Настю Вот она Самая высокая в команде? Нет, вот девчонка есть турчанка Она повышенная на пару сантиметров «Здесь написано, что этот клуб и так далее, если ты сюда пришел, то есть ты должен быть лучше всех» Это наш менеджер «Хеллоу, хеллоу» «Ти там» «Бестный клейер, который я никогда видела в моей мастербольной карьере» Это, по-моему, я очень люблю тебя «Спасибо» Анастасия Веремеенко уже шестой сезон проводит в турецком Фенербахче Является одним из лидеров команды «Мы всегда говорим, что она наша» «Ой, мы всегда ей говорим, что она наше все Потому что, когда нам нужен кто-то, кто может забить мяч в трудный момент Когда очень плотная игра, все знают, что Настя забьет Или если надо остановить какого-то игрока, то она блокирует его И мы выигрываем игру благодаря ей Конечно, она наша звезда Но секретная звезда Тебе не надо кричать «О, Настя пришла» Ты просто знаешь, что если Настя здесь, значит мы выиграем Ее имя на распев произносят комментаторы матча и болельщики Они ценят белорусскую за ее стабильность и преданность клубу Настя Фенербахче уже 6 лет И только она остается в команде в течение такого времени Каждый человек знает про Настин и личные качества Про ее гуманность, про ее баскетбольные качества Она хороший человек, она хороший игрок Она знаменитый игрок Настя и сама признается, что не любит часто менять команды Так, до прихода в Фенербахче она 7 лет играла за российский Оренбург Наверное, да, я нашла, что и тренер меня там устраивал И команда, и президент клуба И отношение было очень хорошее И не важно, что профессиональное, там я где-то тормозила Возможно, да, я потеряла, может, один или два года Но я считаю, что я сделала все правильно Осталась собачка, воспоминания от Оренбурга Да, собачка осталась, но она живет сейчас у родителей Дуня, как ты у нас очутился? Рогдай Это мальчик Это мальчик А позову Дуня? Ну, это, по-моему, Катя Смытина дала ему такую кличку, насколько я помню В этом году она приехала Еще машина ее только во двор визжала Он уже начал носиться по квартире и скулить Это дом Людмилы и Владимира Веремеенко в Гомеле Его построили для своих родителей и дети Знаменитые и талантливые баскетболисты Владимир и Анастасия Веремеенко Вот это вот большая комната, зал, который находится В основном, когда все приезжают, мы собираемся здесь Но вот этот стеллаж у нас в доме Специально мы храним здесь все награды Миндали, кубки Это привозят Настюша и Володя Практически все награды они всегда привозят родителям Владимир старше Насти на три года Чемпион Евролиги, обладатель Еврокубка и дважды Кубка России Володю я таскала маленького и на игры, и на тренировки Я сама тогда в детской спортивной школе работала Ну а Настюша, как рассказывала моя подруга Они с ее дочкой шли впереди И Настя ей жаловалась Говорит, Даш, если бы ты знала Говорит, как, я не хочу заниматься баскетболом Дашка ей говорит, ну так не занимаюсь И чего ты тогда занимаешься? Не могу Это у нас наследственное Вот так вот пришлось ей бедной Да, у нас частенько были разные игры Олимпийские игры у нас были даже, да То есть, ну и в них входили, как говорится, бокс тоже входил Я одевал шапку-ушанку такую, да Давал ей, у нас такие перчатки были массивные Вот, и вот Ну так, футбол, хоккей, что у нас там все было так Надеюсь, Настя помнит эту Олимпиаду И надеюсь, что она не сильно меня обижалась Мы любуемся и гордимся ими Там спортзал настоящий Проходите, пожалуйста Спортивный зальчик небольшой у нас Мастерская там А что за мастерская? А это я, дуримаюсь Нет, ну она занимается поделками Поделки делают такое вот Это для вина Вот рамочку делают Для себя Папа сам делал вот это, вот это В основном он тренажер и сам делал Это для... Вот ноги качать, сидят, лежа там еще Это, это же, да Они почему-то дороговаты у нас Даже белорусского производства Ну и еще один этаж у нас Это делали место для веселья Но что-то веселье сюда приходит очень редко Это для сыночки и дочек Ну дочечки, может, меньше, потому что девчонки так не гуляют Но это для них, чтобы не ходили в ресторан Ну и вот это вот типа кальянные что-то Ну в основном Володин день рождения отмечает Как-то приезжал все время в Гомель Ну у нас на втором этаже в основном спальни Вот это вот Настина комната Ну а это для Саши Тоже дедушка сделал кровать сам А вот эту кровать кто сделал? А эту Настя такую попросила Ей тоже такую сделали кровать Этот вид Стамбула дизайнер придумал еще как бы года за 34 До того, как Настя заключила контракт с командой Фенер-Бахчей И уехала в Стамбул Поэтому так Мистика? Да, мистика или совпадение хорошее Она никогда не задавала вопрос, почему Стамбул? Нет Когда ты впервые ехала в Турцию Пописала контракт с клубом Какие у тебя были опасения? Наверное, первое, что пугало это действительно незнание языка Потому что все разговаривают на английском И тренер был иностранец Вот, но, наверное, менеджер все-таки Дидом, которая помогла На первое время она нашла мне женщину Которая разговаривала на русском И постепенно как-то я подучила И стало легче в этом плане А какая история тебя впервые впечатлила? Ты подумала, боже мой, куда я приехала? Наверное, это вождение машин И переход по дороге Потому что я жила И продуктовый магазин У меня был там, ну, может, минуту три пешком идти И там был пешеходный переход И я такая, как нормальный житель Минска Такая, ступая ногой И тут просто мне такой сигналит машины три Водители власти из окна Начинают на меня кричать Я не понимаю вообще, что происходит И потом я пришла на тренировку Говорю, что это такое? Почему меня никто не поздно говорит? А почему тебя должны пропускать? Ты что, важная персона? Типа, машины должны проехать первой Я такая, понятно Мы направляемся на остров с девичьей башней Очень много легенд про эту башню есть Ну, одна из легенд, наверное, вот на картинке показывается Что была влюбленная пара И девушка включала вот этот факел Был, который показывал свет моряку И он плыл Но однажды какие-то злодеи его потушили И он потерял дорогу и разбился о скалы А Стамбул стал для тебя каким-то родным городом? Наверное, нет Родным он не стал, но я его безумно люблю Настя уже шестой год живет в Турции И удивительно, что ни разу не была на экскурсии И не посещала главные достопримечательности Стамбула Очень, да, жаль, что не выбиралась раньше Мы стоим в центре Босфора А там на европейской части Ая-София и Голубая мечеть Наверное, самые значимые достопримечательности Стамбула И дворец Салтан И дворец Салтан Да, вот на этой стране я живу Азиатская часть Такая поспокойнее, наверное, она больше Она более светская? Нет, светская больше европейская Потучить там и такое Это, да, европейская, азиатская А ты вообще сталкивалась с таким Каким-нибудь ярким проявлением менталитета Вот турок Что, может быть, тебе не очень нравится Или наоборот нравится Ну, не очень нравится, наверное, это их агрессия И беспардонность, наверное А очень нравится эта любовь к детям, животным Агрессия-то как проявляется, например? Ну, в любом моменте агрессия То есть они очень резко реагируют на любую ситуацию То есть как-то у них нету чего-то среднего Они либо любят или ненавидят Да Кстати, вообще все болельщики делятся в Турции на три группы Болельщики Фенербахче, Галатасарае и Бешикташа Не было такого особо негатива Один был случай, это мы были с полячкой в аэропорту В Ататюрке И мы пошли в Старбакс И на нас была одета экипировка Фенербахча И как-то меня обслужили, она подходит И человек, который ее следующий раз был, он просто уходит, и все И она говорит, ну, в чем проблема, почему ты ушел? Он говорит, ты с Фенербахча, я тебе не буду делать кофе Настя, как тут насчет личного пространства? Тут, наверное, не очень Потому что сейчас пик уже, конец рабочего дня Очень много людей Ну, кстати, еще в этом трамвае, по-моему, неплохо, да Очень повезло Те, конечно, не очень сильно любят И, в принципе, им все равно, чей-то ребенок Они трогают руками, там, целуют, обнимают Вот Ну, у нас просто это не принято Может, это и нормально, но я, наверное, этого не понимаю А как ты это объясняла? Они обижались? На улице, как бы, я просто убирала Сашу А в команде я объяснила, да, что у нас это не принято И не надо трогать То Саша практически каждый раз так смотрела на них из-под лоби И они так сами поняли, что лучше ее не трогать Отправляемся на пароме в европейскую часть Стамбула Просто полюбоваться пейзажем Насте не удается Красивая белорусская девушка привлекает внимание всех без исключения Интересно, а в Минске так же? В Минске нет, очень редко вообще У нас люди, наверное, по-другому немножко Даже если они узнают, они такие, ну, как бы не подойдут сфотографироваться А ведь мы до сих пор помним пикантную фотосессию в исполнении бронзовых медалисток чемпионата Европы Настя украшала январь 2010 года Мы старались, наверное, ходить и участвовать во всем, что только было возможно Чтобы как-то популяризировать нашу команду, баскетбол и так далее А ведь когда-то именно благодаря баскетболу удалось избавиться от многих комплексов И когда он стал больше, чем увлечения, пришло время уезжать из Гомеля Решили, что это будет Минское училище И, наверное, даже хотела переехать Потому что ты попадаешь в свой круг И ты уже не одна высокая и не в одной у тебя комплексы Когда ты переехала в Минск, руор, команда Безумно талантливая, все получается Наверняка был рядом тренер, который вот тебя еще как-то по-особенному раскрыл И вселил в тебя дополнительную уверенность Это Виктор Белевич Просто он недавно умер, поэтому Наверняка это был первым другом таким серьезным Ну, наверное, да Так и было, который поверил в меня В Роре Анастасия попала в так называемый «золотой набор» Виктора Белевича Наверное, таких тренеров у нас нет пока Вот он и Халибский, наверное, такие два тренера Это, которые были безумными психологами Женскими причем И они разбирались И, то есть, как-то могли настроить, перенастроить и так далее То есть, он человек, который останется навсегда В 2003-м с Белевичем девушки завоевали серебро чемпионата Европы среди кадеток Настена, на самом деле, была основным игроком этой команды Наверное, самым недооцененным на тот момент Поскольку Виктор Иванович говорил, что из нее вырастет просто топ-человек И то, что она сделала квадро-пул-дабл на ее уровне То есть, да, она собрала двузначные показатели в четырех номинациях Это было феноменально для всех Ее включили в символическую сборную Несмотря на то, что команда заняла второе место И это был овертоп То есть, выше этого прыгнуть, казалось, было невозможно Тем более, человеку из ниоткуда Но уже тогда специалисты говорили, что в этом человеке кроется просто феноменальный потенциал И если он раскроется, то это будет бомба Информационной бомбой среди болельщиков Фенербахче Стала новость о беременности Анастасии в разгар Евролиги Как в клубе отреагировали на новость о твоей беременности? Ну, с одной стороны, конечно, они были рады за меня Но с другой, не очень Они думали, что я хотя бы доиграю Но я больше, наверное, переживала за свое здоровье Я доиграла в Евролигу все-таки И потом уже, наверное, когда я родила В ноябре мне написала менеджер Дидем Она поздравила меня и сказала, что мы тебя ждем Ты можешь уже приехать восстанавливаться у нас И на следующий сезон мы тебя ждем подписывания О лавстории Настя Веремеенко и Дмитрия Полищука Баскетболиста сборной Беларуси ЦМОК и Минск Широкая общественность узнала в июне 2014 года В день их свадьбы Мы учились вместе в училище Олимпийское Только он на два года старше был у меня И какой-то один момент Это был 2013 год Лето, он был травмирован Я в отпуске И как-то, ну, случайно совершенно Мы встретились там С собакой где-то погуляли Еще что-то И... Ну, то есть так, как-то так Закрутилось-завертелось Ну, мне, наверное, было больше опасения Потому что я очень хорошо дружу с братом И мне страшно было Что если у нас что-то начнет получаться И вдруг не получится Что я скажу ее брату родному Вот За это было больше опасения Как бы так, в принципе, ничего не останавливало Мы с Димой такой, я минус А он плюс Если я вообще ни с кем не схожусь То Дима полная противоположность Он пошел ко мне навстречу быстрее даже, чем я И вот она Здрасте В детский рай, наверное, приехали Садик наш Саша здесь Нас проводят дни Очень классное место, если честно Вообще такой, на самом деле, рай За городом, свежий воздух Все для детей Тут травка, деревья Просто вообще мечта Мне кажется, родителей и детей Получилось просто как-то очень быстро Да, что там И забеременела И расписались То есть я Подсознательно я хотела этого И то есть так Несколько лет назад И думала так Вот именно в этом возрасте Неплохо было бы как бы родить И еще успеешь вернуться И поиграть Смотрите так Оп Ну не так надо забить Держи Давай, пробуй 30 ноября 2014 года Анастасия родила дочь Александру Будучи востребованной спортсменкой Она не смогла долго находиться в декрете И вернулась в клуб В Турцию Оставив 9-месячную дочку В Минске В окружении любящих папы Бабушек и дедушек Как я могу запрещать Если я вижу Что человеку хочется Как бы ей нравится На тот момент Именно по состоянию здоровья Из-за одной травмы Второй травмы Операция Как бы Это мне не давало Как бы Скажем Вернуться в спорт Вот Поэтому я понимал Что Единственное Что сейчас От меня требуется Это быть Скажем Рядом И быть с ребенком И помогать Вот быть вместе Вот Ну-ка расскажи мне Про свои кроссовочки Ну Кому они там Не понравились Это вообще Суперкосмические кроссовки Не было никогда Мысли выйти Именно за баскетболиста Но Наверное понимаешь Что другой человек Не будет тебя понимать Ну какой еще мужчина Например Сказал Ну езжай там В клуб Играй А я с ребенком Буду здесь То есть Это как Люди на одной волне И Мы друг друга понимаем Я понимаю Что у него Тренировки Выезды Точно так же И в мою сторону Идет Поэтому Ну так легче Давай мышка бросит Я Ну давай ты Хорошо Я думаю Что Наверное Я бы себя хуже чувствовала Если бы я находилась здесь И ничем не занималась Или Играла бы где-то там Ну в какой-то другой команде Здесь Именно То есть Ну ребенок Да Ребенок Семья Это есть Но я не думаю Что надо Отдавать все себя Только этому В этот раз Настя сама забирает Дочку из садика Но уже через несколько дней Она снова отправится В Стамбул Вот Сейчас закончилась Утренняя тренировка У нас Еще следующая В 6 часов вечера А сейчас Иду домой Здесь недалеко В принципе Минут 10-15 Иногда Точнее И почти всегда Я стараюсь Ходить с пешком Район называется Ташир Он находится На азиатской стороне Район довольно-таки Новый Но не похож на Стамбул типичный Ну да Конечно Таких улочек Здесь нет Маленьких там Магазинчиков Таких со всякими там Ну район Хоть и новый Современный Но наверное В каждом районе Есть мечеть На турецком Она джами называется И наверное Раза 4 или 5 Если честно Я даже не Скажу точно Они вот Поют молитвы свои И в 5 утра Они это делают Как-то первое Наверное Ну пару месяцев Ты еще и так Просыпалась Я сейчас уже Честно даже Вообще их не слышу И не обращаешь Внимание на самом деле Это вот мой Золотой домик И я вас приглашаю В гости Дом очень комфортный Наверное Когда выходной Из него можно Особо и не выходить Потому что Есть все И ресторан И аптека Парикмахерская Супермаркет И вот это вот Мне у них нравится Что входить Ты можешь Только по отпечатку пальцев Правда он не с первого раза Срабатывает Такая охранная система У них Бассейн Туда идет Огромный тренажерный зал Бассейне Мне кажется Здесь 50 этажей Но как-то Пловцов нету Особо никогда Я тоже думала Что я буду О бассейн Класс Я думала Каждый день Буду ходить Но как оказалось Что Это как с архитектурой Тоже Со всеми вот этими Экскурсионами Еще успеешь Кухня Которую наверное В этом сезоне Я особо Не пользуюсь И мне доставляет Еду на целый день И она там больше Как для спортсменов Питания То есть балансированный И так далее Поэтому я решила Попробовать Немножко может Здоровья Балкон Балкон здесь Очень огромный Турки почему-то Когда его увидели Когда мне предлагали Эту квартиру Они такие Посмотри какой здесь балкон Потому что они такие Фанаты барбекю Вот Они бы по-любому Сюда поставили бы Наверное Какую-то гриль В принципе Как-то комнатки Сами здесь Такие небольшие У них идет Спальня моя В которой шторы Никогда не поднимаются Потому что я здесь Только сплю Можно смотреть бесконечно Да Особенно если погода хорошая То и Можно Да Зависнуть А за это все время Шесть лет Тебе не удалось Подружиться с местной Какой-нибудь девушкой С которыми Вот прям Такие отношения Хорошие сложить Люблю Чтобы гости Друг к другу ходить Я не очень коммуникабельный человек Это вот Дима скорее Который сюда приехал Он был здесь Наверное Я не знаю Недели две И потом он уехал И я такая Стою в лифте И кто-то у меня такой На русском А где муж? Я говорю Мой? Он такой Да Он говорит Уехал Он такой А привет Ему передай Единственное Я же говорю Может что сейчас Доставляет какую-то Сложность Это вот Это расстояние Вот Конечно Было бы классно Очень если бы мы были Там в одном городе Жили так же вместе И она могла играть В клубе в одном И я тут рядом Поэтому Это было бы вообще супер Потому что Я не представляю Как Ей там Условия шикарные Все хорошо Но находиться там Одной без дочки Я говорю Прикинь Вырастет Восемнадцать лет Пойдет нам И скажет Будьте вы Бросали меня Все детство Меня так Чувствую Вообще Камнями закидает И водички Нам с тобой Никто ей не принесет На первый взгляд Так вот И всем своим видом Как она Может показывать Что вот Все Она спокойная Вот Ее ничего не беспокоит Но на самом деле В первую очередь Она девушка Женщина Вот Которая нужна Плечо И поддержка Как часто ты плачешь После игры Не часто В последнее время Не часто Нет Расстраиваюсь Но Как-то Наверное С возрастом Немножко Гасится эмоция За сдержанность На площадке И скромность Во время интервью Журналиста Называли Настю Царевной Несмеяной Ну в этом же Вся Настя Она такая И такая Настя Мне нравится Если бы она была Другой Она была бы Не Настей Настя тихая Спокойная Но она очень умная Может поэтому Она и сдерживает Свои эмоции Это хорошая черта При этом мало кто знал Что если Настя Разговорит Она к тебе Проникается доверием И понимает Что ты человек С которым У нее получается Коммуникация Но это просто И фонтан юмора Это просто человек С которым Очень цепло общаться Саша Тарасова Это одна из лучших Настяных подруг Одна из самых классных Историй Которые вспоминают Они до сих пор Это то что Ночами они просиживали Играя в приставку Играя в battle tots Когда там лягушки бегают Кого-то мочат Там безумная Какая-то детская игра Спустя много-много лет Настя уже Когда играя в Турции Додумалась отыскать Где-то в интернете Эту старую приставку Я такая говорю Саша Я тут недавно В интернете рылась И там вот Объявление было Говорю Поехали Санька приехала К ней И эти две безумные девушки Еще ночь или две Рубились Пока эту игру Не прошли На площадке Она может быть Просто зверем Причем иногда Это читается По ее губам Не только там По ее движениям По блокшотам Или еще По чему-нибудь Она может И сопернице И в спину сказать И в лицо сказать То есть человек Который Может поставить На место Мне кажется Совершенно любого Я знаю Что там Окружающие Никто не понимает И потом такая Смотрю Где-то Видя Мама наверное Смотрела Поняла Что я сказала Фанаты Финирбахче Настю обожают С этой командой Она трижды Становилась Серебряным призером Евролиги Чемпионкой Турции Для меня Настя Это как профессор В баскетболе Когда она на площадке Вся игра Становится лучше У нее хорошие передачи Она забивает Она хороший товарищ По команде Она потрясающий игрок До сих пор Очень радуюсь Когда у нее Получается В основном Даже за сборную Я больше так радовался Потому что Много комментариев И все остальное Я читал Про нее Сборная Беларуси Без Анастасии Веременко Тоже пока не представляется Возможной С ней медали Чемпионаты Европы С ней отболели Две Олимпиады Сама Настя Некоторые матчи Помнит Особенно Наверное Это игра с Бразилии В Испании Наверное Это И игра против Чехии Это был чемпионат Европы Когда мы вышли В четверку попали Причем они были Чемпионками Действующими Около там 40 минут Это зал Надо было ехать Меня так трясло Как-то вообще Просто у меня так Внутри все переворачивалось Я очень так волновалась Вот эти Наверное эмоции Я наверное никогда Больше не испытывала Может быть Главные эмоции Еще впереди Сегодня Анастасия И команда Пишут новую историю сборной Уже седьмой раз Она завоевала право Играть на чемпионате Европы Я очень хочу поехать В Токио Говорит Настя И почему-то верится Что третья Олимпиада У Вереминка Обязательно Будет Субтитры подогнал «Симон»